Пиротехнические изделия Петарды только с родителями в юном детстве Приходилось пару раз в жизни Павелся, когда был в школьном возрасте Но опять-таки никуда не засовывал В необычные места, в унитаз не кидал Бенгальские Бенгальские они использовали, да? Да Не нравится Ну, как, красиво там Нет, красиво, но сам как-то опасно Мое тоже как бы детство прошло без пиротехники Максимум там был бенгальский огонь Но мне, честно, часто как неинтересно И как правильно пользоваться пиротехникой вообще? Ну, я знаю только, что ее нельзя взрывать вблизи Что это очень опасно Нельзя возле людей Надо аккуратно В присутствии взрослых Ну, если это касаемо детей Они должны самим не пользоваться никогда Поставить, зафиксировать Хорошо, потом пожечь и отойти Ну, метров на 10, я не знаю Ну, в руках лучше ее не держать Потому что могут и травмы быть Подальше там от домов Чтобы не залетело на балкон кому-то Чтобы ее отойти на безопасное расстояние Нельзя держать в руках Нельзя там кидать в сторону людей-животных Нельзя использовать в людных местах Это, конечно, красиво, но последствия большие Потом будут Что может случиться? Может там петарды в руках взорваться Повредить, ну, покалечить В глаз попасть, еще что-то Я думаю, самое страшное – это пожар У вас когда-нибудь были какие-то Там, чрезвычайные ситуации Связанные с пиротехникой? Чрезвычайных нет, но была неприятная ситуация Даже простой бенгальский огонь На Новом году оставил след на нашем полу в доме Бабушка говорит, вот мальчик взрывал И руку оторвало, все Это бабушка-то говорит? Ну, все бабушки-то говорят, да? Нет, бабушка знает, она взрывала В школе брали петарды, ребята И взрывали прямо в унитазе Были, у друзей были Трамы были, ожоги были Дядя у меня тоже пострадал Увлекался пиротехникой когда-то в свое время Взорвалось в руке, да Палец до сих пор плохо двигается У меня был случай, когда я шел И там установка перевернулась Начала в людей и расстреливать Ну, не у меня был случай А у моего знакомого Ему оторвали два пальца Перед тем, как использовать этот бенгальский огонь Вы читали инструкцию? Нет Знаете ли вы, как правило, утилизировать это все? Ох, честно говоря, нет Взять за металлический конец И зажить пиротехнический состав После сжигания стержень охладить И утилизировать бытовыми отходами Где нужно все-таки покупать И чтобы это все было безопасно? Не в селуках, а все-таки в магазине На рынках говорят, лучше не покупать Потому что там может оказаться что-то некачественное Вы покупали? Да Где? Да, по-разному В детстве на рынке у какого-то дядечки Интернет-магазина с рук Не уверен в безопасности продукта Должны быть специализированные магазины Мы приехали в специализированный магазин пиротехнических изделий Сейчас мы здесь посмотрим, какая существует пиротехника И почитаем инструкции Пойдемте Я рекомендую всем приобретать пиротехнику в магазинах Потому что в магазине всегда есть лицензия на товар Сертификаты качества Это, конечно, вас обезопасит Зафиксировать салют На расстоянии вытянутой руки Поджечь фитиль И бежать в радиус 15 метров В случае несрабатывания Уничтожается путем полного помещения Их в воду на 24 часа Потом можно выбрасывать вместе с мусором Многие сегодня с нами делились печальным опытом Использования пиротехнических изделий Но пожелали остаться за кадром А трагедия происходит из-за того Что мы не соблюдаем инструкцию Которая указана на пиротехнических изделиях В которой в обязательном порядке На русском либо белорусском языке Указывается информация о транспортировке Хранении, применении И способах утилизации Безопасных вам Рождества и Нового года С вами был Александр Попко До новых встреч, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова